Всем привет, ребят! Я знаю, что я давно не записывала никакие видео на своем канале, и я почувствовала эту жажду записать видео прямо сейчас, я не знаю почему, но, наверное, потому что я почувствовала, что мне хочется что-то сказать моей аудитории. В моей жизни произошло очень многое. За последние три месяца я переехала в новое жилье, в апартаменты, и я счастлива здесь. Место, где мне хотелось жить очень давно, в Тампе, на Water Street, это как бы даунтаун, это такой новый район, и если вы полуете меня на инстаграме, то я пощу много сториз с этого района. Мне кажется, этот год и это время, в котором мы живем, оно странное, очень много всего происходит, и это жизнь, да. То, через что я прошла за последние три месяца, сделало меня определенно сильнее. Я сейчас очень сильно увлеклась астрологией, и я стала более спиритуальной. Я очень люблю смотреть таро-расклады, гороскопы и так далее. Сори, я просто не так часто разговариваю на русском, как бы только с мамой, с родственниками и так далее. Ой, мне такая пыльная. Я могу звучать странно, скорее всего, для вас, скажите, оу, типа, на вами. Потому что я не так часто говорю на русском, у меня нет русских друзей. Так вот, о чем я говорила? Примерно месяц назад я была в инстаграме, и я подписана на одну блогершу. Она в сториз запостила книгу, и она говорит, типа, эта книга стоит, там, 9 тысяч рублей, типа, это такая большая цена. Я начала гуглить эту книгу, а эта книга, она очень интересная. Она называется House of Leaves, Дом листьев. Она написана в очень интересном таком исполнении, то есть это экспериментальная литература, скажем так. Вот, я купила ее, и как бы это тоже что-то такое. Раньше не была заинтересована в этом. Поэтому, да, я не знаю, куда, что я буду делать с этим каналом. Ну, я заинтересована в макияже, я делаю макияж каждый день. Но, определенно, произошел такой шрифт. Я сейчас использую то, что у меня есть, и мне комфортно. То есть, там, допустим, недавно я зашла в магазин, я купила консилер Эльф, еще карандаш для бровей от Эльф, потому что мне нравится формула, да, и цвет идеально подходит. Я прекрасно понимаю сейчас сезон всяких сетов в Сифории перед, там, Новым Годом, Рождеством. И я не знаю, я просто так смотрю на свою коллекцию, и я такая, у меня достаточно косметики. Единственное, что я купила, это палетка Наташи Диноны. Она запала мне прям очень сильно в душ, я покажу ее. Мне кажется, весь Инстаграм просто был настолько восхищен этой палеткой, когда Наташа Динона сказала, что вот, я выпускаю эту палетку. Она просто шикарная. Я использую ее часто, да, потому что мне нравятся вот эти нюдовые оттенки. Прям она идеальна, вот эти все шиммеры здесь. Это, наверное, первая палетка, которую я купила за последний год. Я использую ее часто, она классная, я советую. Также хочу добавить, я начала понимать, что это очень сложно, на самом деле, заводить друзей. Это, наверное, немножко не в тему, но в Америке как бы люди, они сами по себе. То есть, допустим, с кем познакомишься, там, меняешься номерами, допустим, с какой-нибудь девочкой, да, там ты встретила ее. И вы такие, окей, созвонимся, спишемся, окей. Ничего. То есть, очень немного времени сейчас я провожу как бы одна, занимаясь какими-то делами, которые у меня есть. И я не знаю, кто-нибудь еще испытывал такую проблему, но когда тебе 28 лет и не учишься уже, то есть, когда ты учишься те же, что много друзей, люди как будто бы, не знаю, я не знаю, люди просто не хотят с тобой общаться и пытаться. Не знаю, почему я решила это тело поднять, но это правда. Я даже сейчас смотрю видео, в видео мне попадались очень много людей, там, мне, там, 25 лет, там, сколько-то лет, у меня нет друзей. Типа, это определенно нелегко иногда. Я очень часто хожу одна на какие-то мероприятия, там, в рестораны даже могу ходить одна, но когда ты веришь все там парами, все с друзьями, ты так, как бы, да. Но, мне кажется, иногда лучше быть одной, чем быть с друзьями или, там, какими-то непонятными людьми, которые токсичны или которым ты можешь доверять. Знаете, я хочу спросить вас, что вы хотели бы видеть на моем канале больше? Чарли, стап, экскьюз мис. Я чувствую, что я хотела бы записывать больше влогов, мне кажется, это очень разнообразит мой канал, сделает его более интересным. Я думаю, что мне есть многое, что показать, где я живу сейчас. Ну, дайте мне, пожалуйста, задать, если вы хотели бы видеть какие-то, может быть, влоги. Я думаю, что мне есть многое, что показать или рассказать. Спасибо, что спустили это видео, я хотела просто показать тебя и сказать, что у меня все хорошо. Спасибо, что посмотрели это видео, я увижусь с вами очень скоро, пока-пока!